Привет! Сегодня у нас на обзоре игра Revelation Mobile, которую я до последнего не хотел смотреть, считая её очередным китайским проходником. Но как же я ошибался? Так как для лучшего восприятия нашему мозгу нужны доступные ассоциации, то я бы описал эту игру как смесь Perfect World, Dragon RG и Ragnarok Mobile. При этом в ней нет автобоя и почти нет автобега по квестам, что нонсенс в наше время. Давайте её посмотрим. Revelation Mobile является приквелом к MMORPG Revelation, которая вышла в 2016 году и про которую я вообще ничего не слышал. События приквела происходят за 10 лет до событий оригинала. И те, кто играл в оригинал, может увидеть очень много знакомых локаций и механик. Первые минуты игры меня поразила графика. Настолько чёткой и детализированной графики я давно в мобильных играх не видел. Можно увидеть даже текстуры ткани на одежде. Причём игра кроссплатформенная и тут прям на сайте разработчики предлагают нам скачать игру куда угодно. Даже свой эмулятор имеется. Хотя непонятно зачем он, если есть версия для ПК. Сейчас вы видите на экране сравнение графики с телефона и компа, и они почти ничем не отличаются. В ПК-версии только детализация текстур и дальность обзора лучше. Причём клиент для компа весит 10 гигабайт, а для мобилы около 4. Начинается всё с выбора класса. И блин, как же чётко нарисованы персонажи. Если верить китайцам, то тут у нас маг, может быть мальчиком и девочкой. Страж, только мужик. Друид, либо девушка, либо девочка. Рыцарь, мужик или девушка. И жнец, либо маленькая девочка, либо мужик. Далее мы попадаем в редактор персонажа, и он настолько подробный, что просто пипец. Он позволяет вам мять лицо вашего героя как угодно. Настраивайте ему любую часть лица, губ, глаз, бровей, да чего угодно в мельчайших подробностях. Наверняка, если долго посидеть, можно воссоздать лицо любой известной личности. Единственное, чего я в нём не нашёл, это редактор тела персонажа и редактор грузей. А без этого его можно считать неполноценным. Зато можно сразу посмотреть, как на ваших героях будут смотреться начальные шмотки. Начинаем мы с пробуждения на корабле, где выступаем в роли то ли охранника, то ли друга семьи, которую и будем сопровождать весь пролог. На корабле нам доступны все музыкальные инструменты, на которых не только можно сыграть заскриптованную мелодию, но и подобрать свою, так как есть раскладка под клавиши. Кстати, в мирных профессиях есть профессия музыкант, так что теоретически можно будет развивать этот навык. Приплываем в город, и дальше наши дорожки с этой семьёй расходятся и ведут нас по совсем странным местам. Мы умудряемся пообщаться с расой говорящих кошек, приготовить им суп и вместе с ними отправиться под воду в поисках сундука с сокровищами. Затем узнать, что женщина из семьи, что мы охраняем, является какой-то древней богиней, которая почти убила своего мужа. За это мы дерёмся с ней под сакурой на фоне безумно красивого океана. Наш весёлый трип заканчивается тем, что мы садимся на существо, похожее на ламу, и гордо скачем получать свои первые крылья. Мне понравилась динамика полёта на крыльях, реально берёшь и летаешь где угодно. Атаковать во время полётов и прыжков, к сожалению, нельзя. Ну да ладно. Освоили азы игры, дальше переходим к деталям, от которых глаза разбегаются. Здесь есть всё, начиная банальной прокачкой и мирными профессиями, заканчивая путешествиями по миру в поисках сокровищ и коллекционированием фотографий. Но давайте пройдёмся подробнее по всем интересным вещам. Интерфейс персонажа стандартный. Тут у нас шмотки и сумка с разными вещами. Причём шмотки можно точить, от этого у них появляются дополнительные характеристики. И вставлять в них кристаллы. Всё максимально понятно и позволяет даже посмотреть, где и с кого нужную шмотку можно выбить. Следующая крутая вещь – это гардероб. Такое количество одежды и аксессуаров я встречал только в Симах. Одежда на любой вкус, цвет, стиль и кошелёк. Какие-то шмотки можно доставать игровым путём, а какие-то придётся покупать. Здесь же можно посмотреть всех доступных ездовых животных. Крылья. И ауры. Нарисовано всё очень стильно, придраться вообще не к чему, кроме цены. Одно такое платье в среднем стоит 3000 рублей. На что способен донат в этой игре я пока не знаю, но если он будет только во внешке, то такая цена оправдана. Навыков у каждого класса много, есть как пассивные, так и активные. По мере повышения уровня, вроде как ещё и пробуждение класса будет как в Perfect World. Анимация навыков не напряжная, а динамика боя чувствуется отлично. Так как здесь нет автобоя, то вам в каждой битве придётся думать, какой навык использовать первым, уклоняться от атак противников или боссов, да и в целом вести себя максимально собранным, потому что боёвка тут интересная. Агатионы здесь тоже есть. Какие-то выглядят как маленькие девочки, какие-то как антропоморфные дендромутанты. Но у каждого из них есть свои навыки. Кто-то кидает щит, кто-то кастует фаерболы и так далее. Все они разделяются по редкости, им можно прокачивать навыки и одевать специальные предметы. Призываются они за купоны через девочку, манящую перебирающую ножками. Прям как Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт». Мне понравилась доска ежедневных активностей, выполненная в виде палочек музыки ветра, разделённая на ежедневные задания, задания с подземельями, задания с пвп и мирными профессиями. Пока что мне доступны два вида данжей. Бесконечная башня, где я в команде своих агатионов сражаюсь против боссов каждый новый уровень, и более привычные нам подземелья с финальным боссом в конце. Мы играем в пати из пяти человек, где каждый должен отыгрывать роль своего класса, иначе даже простое подземелье будет не пройти. Порадовало, что данж интерактивный. В нём постоянно что-то движется, открываются двери, опутанные растениями, появляется мост и так далее. С боссом тоже приходится повозиться, так как необходимо постоянно уклоняться от его атак и атаковать со спины. Простым закликиванием его не убить. Вход в данжи разбит по уровням и по боевой мощи. Пвп активности здесь тоже предостаточно. Есть целых две арены для битвы один на один. Причём, как я понял, на одной арене мы дерёмся против ботов, на второй уже против реальных игроков. Боёвка очень динамичная, и если вам вдруг стало скучно от квестов, можно позависать на арене. За повышение рейтинга на арене вам будут давать сундуки с наградами, как и в других проектах. Есть два поля боя. Одно, как я понял, открыто круглосуточно, второе открывается только вечером, и там уже существует подобие рейтинга. На поле боя уже сражается команда против команды, а цель такой битовой – успеть захватить стратегические точки и не дать это сделать противникам. Кто больше очков наберёт, тот и победил. Так как карта небольшая, а точек для захвата и людей много, то вы постоянно будете с кем-то драться. Напоследок, у нас остались мирные занятия для тех, кто устал от битв и квестов. Здесь под это дело выделена огромная книга. По каждому региону есть процент исследования и неплохие награды за это. Есть куча мирных навыков, позволяющих вам, например, фотографировать призраков, как в Рагнарог, получать новые смайлы и позы, или улучшать свою лошадь и крылья. Отдельная вкладка выделена под монстров, которых вы когда-либо встречали. Собираем весь бестиарий, получаем плюшки. Фотоальбом с фотографиями особых мест. Бегаем по миру, фоткаем красивые места. Вкладка с набором материалов, рыбы, ресурсов и даже звуков. Да, тут есть возможность коллекционировать звуки. По одному из начальных квестов вам рассказывают, как записать звук моря. Как видите, развлечений в игре очень много. Да ещё, к тому же, всё это приправлено отличной графикой и полным отсутствием автобоя. Очень хочется, чтобы эта игра поскорее вышла на русском языке. Ну а пока я с уверенностью могу сказать, что этот проект – это лучшее, что выходило в январе из всего многообразия мобильных MMORPG. Пишите, что вы думаете про игру и хотели бы в неё поиграть. Я сам не любитель игр в азиатской стилистике, но даже я бы поиграл. Также обязательно подпишитесь на канал, а то больше 80% человек смотрит ролики без подписки. Поставьте лайк под видео, ну и потеребите колокольчик, чтобы ютуб оповестил вас о новом видео. С вами был Террион, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok